Негосударственные пенсионные фонды заманивают клиентов новой реформой. Обещают уже в следующем году обналичить часть накопительной пенсии, а остальное пустить на закрытие кредитов. И вроде не врут, законопроекты правда есть, но точно не договаривают. О правде пенсии Лариса Соловьева. Своей накопительной частью пенсии Елена с мужем распорядились еще три года назад. А летом пришло письмо, что негосударственный фонд закрылся. Деньги вернулись, а заманчивые предложения продолжают поступать. Приходил некий молодой человек и просил нас перевезти эти все средства в какой-то опять непонятный фонд. И говорил, что мы на следующий год закроем свои ипотеки и кредиты, но все-таки это, конечно, все это так смутно. Подвешенной ситуацией оказались многие. Уж слишком запутанная система для тех, у кого пенсия еще за горами. Информационные брошюры, горячие линии, консультации специалистов. Но что делать со своей накопительной частью пенсии, до сих пор не очень понятно. Не успели граждане привыкнуть к тому, что она в принципе существует, как ввели новую бальную систему. И вот сейчас готовятся уже новые поправки. Именно ими козыряют некоторые страховые агенты и обещают золотые горы своим клиентам. Законопроект подразумевает право обналичить 20% накопленных средств. Говорится в нем и о том, что гражданин сам будет формировать накопительную часть и платить взнос от зарплаты. Эти вопросы, они не первый год поднимаются и, соответственно, разные вносятся проекты. На сегодняшний день ничего не меняется. Работодатель отчисляет 22% на формирование пенсии. Сегодня все они идут на страховую часть, так как накопительная заморожена. Если мораторий будет снят, то у тех, кто ей распорядился до 2015-го, кроме доходов в негосударственных фондах, вернутся 6% от работодателя. У молчунов все отчисления по-прежнему пойдут на страховую часть. Даже если они переведут деньги в негосударственный фонд, а это право у них сохраняется. И несмотря на то, что отчисления на накопительную часть пока не идут, у тех, кто управляет пенсией, деньги работают. Независимо от того, что сейчас какое решение принято государством, в любом случае эти накопления увеличиваются, а значит дают возможность получить людям эту самую надбавку, о которой мы говорили ранее. Узнать о средствах на пенсионном счете, в каком фонде находится накопительная часть, а также проверить информацию по НПФ может каждый в личном кабинете на сайте пенсионного фонда. Здесь же можно подать заявление о переводе или отказе от накопительной части. Лариса Соловьева, Евгений Проскуряков. Тюменское время. Слушай новости ТСН на Радио Мир.